Защитный вариант выбрал и локомотив в матче на выезде против Штутгарта. Отдав инициативу, железнодорожники старались изредка длинными передачами с глубины поля вывести вперед либо Гарреса, либо Джанашия. Особенно активен был грузинский легионер. В середине первого тайма, получив пас справа от Гарреса, он, показав хорошую технику, обыгрывает двух опекунов, а затем и вратаря Вольфорта. 1-0. Но затем футболисты локомотива почему-то успокоились, стали допускать ошибки, особенно при передачах, и Штутгарт получил ощутимое превосходство. В конце тайма, как и в Милане, российская команда пропускает мяч после удара головой. Нигерец Акпабори переигрывает Косолапова и сильно бьет вверх. Еще раз обратите внимание, Косолапов неправильно расположился, он был за спиной соперника. Акпабори без труда сыграл головой. Значительно мощнее, разнообразнее заиграли хозяева после перерыва. Вышедший на замену полузащитник Хагнер, номер 7, получил полную свободу на левом фланге, и здесь начиналось большинство атак. Лучший футболист Штутгарт Абалаков был прикрыт Дроздовом, но Закпабори не всегда успевали железнодорожники, и он гулял по всему полю. Локомотиву было непросто, потому что мяч почти не задерживался в середине поля, и наступали немцы беспрерывно. Нигматурин все время в работе. И когда казалось, что для Локомотива самое страшное позади, матч вот-вот закончится, арбитр из Португалии Перейра неоправданно много добавляет. Минут 6-7, и в конце этого добавленного времени повторилась миланская история. Бобич в борьбе с Нигматулиным и Рифулиным протолкнул мяч в ворота. 2-1 побеждая Штутгарт.